Спасибо всем, что пришли. Я очень рада. Я думаю, вы все понимаете и по властям, вообще в общей ситуации, что тема сексуального насилия сейчас у всех на ушах, и об этом говорят в стиле экранов, все говорят в интернете, и мы шутим о насилии, распространяем о нем слухи, и кто-то из нас даже сам ему подпрягался. Именно поэтому сейчас такой маленький триггер-ворнинг будут очень такие вещи довольно жесткие иногда, поэтому если у кого-то есть сильный триггер на сексуальное насилие, лучше выйти. И сейчас мы хотим задать вопрос, всегда ли наше представление о сексуальном насилии правдивы? И главное, как наши предупреждения могут отражаться на людях, которые сексуальному насилию подвергались? И об этом и многом другом мы вам сегодня расскажем. Я скажу вам сначала, что сексуальное насилие – это любое примудительное действие сексуального характера или использование сексуальности другого человека без его согласия. Да, и немножко можно поговорить о статистике, потому что по данным федеральной службы, этой самой государственной статистики, можно переключить слайд, насилию подвергается в 2015 году 3900 жертв, в то время как по неофициальным данным насилию подвергается порядка десяти тысяч человек. В общем-то, разница между неофициальной и официальной статистикой довольно очевидна, и можно выявить ряд причин. Следующий слайд. Далеко не все пострадавшие обращаются в полицию, само собой. И согласно центру сестры, который занимается реабилитацией пострадавших, обращается 10-12% жертв. При этом правоохранительные органы принимают заявление у каждой пятой, и только в трех случаях удается завести дело. И завести дело это... В общем-то, не надо было сейчас переключать немножко рано. Да, я немножко хотела рассказать о правоохранительных органах. То есть завести дело это самое сложное. И делами у насилия занимается Следственный комитет. В первую очередь потерпевшей. И потерпевшему необходимо дать показания, написать заявление, получить медицинскую помощь и психологическую, что тоже супер важно. И при этом изнасилование относится к категории преступлений, которые осуществляются без свидетелей. И единственное, на что опирается обвинение, это, конечно, медицинские показатели, показания, экспертиза, в общем-то. Но, тем не менее, далеко не все жертвы, в первую очередь, додумываются обратиться, не знаю, в женскую консультацию, чтобы зафиксировать все это. И влияет на всю скорость обращения в правоохранительные органы. В идеале это нужно сделать незамедлительно. На практике все сложнее. Потому что изнасилование совершают, в основном, близкие и знакомые люди. И, как, в общем-то, дальше будет написано на слайде, 45,6% совершают изнасилование знакомые. Немаловажным фактором является поведение сотрудников полиции, следственного комитета, которые часто не верят пострадавшей или пострадавшему. То есть это абсолютно обычное дело, если вам не будут верить, будут заставлять что-то доказывать. В общем-то, доказывать, конечно, нужно, но полицейскому не помешало бы, в общем, учиться вести себя, наверное, немного поэтичнее. И, в общем, небольшой интерактивчик. Как вы думаете, где чаще всего совершается насилие? В собственном доме, в доме насильника, в автомобиле, в подъезде или в официальном учреждении? В подъезде. В доме насильника. Еще какие варианты? В собственном доме. В учреждении. Откуда вы, блин, знаете? Следующий слайд. Следующий слайд. В общем, да. В собственном доме. Вы видите, вот это 20,5. Да, ну, в общем, тут написано. Интересно про подъезды и автомобили. Довольно-таки опасные места. 6,9 и 4,3 процентов случаев. Статистика телефона доверия. Центр сестры говорит, что 10,1 процентов. Это, в общем, дети младше 12 лет. Старше 40. Такая же статистика. И подростки 13-15 лет. Чуть больше. И следующий слайд. В общем, такая штука. Есть большое, не знаю, большое заблуждение, что насильник это человек, которого вы совершенно не знаете. Лицо, там, кавказской национальности, бла-бла-бла. И это очень заблуждающий миф, потому что это отнюдь не так. Среди моих друзей и знакомых нет насильников, они все приличные люди, но у меня от 45,6 процентов потерпевших ранее были знакомы с насильником и доверяли ему. В 15 процентах случаев сексуальное насилие совершают родственники или партнеры пострадавшего, а лицами кавказской национальности насилие совершается менее чем в 4 процентах случаев. При этом сотрудники правоохранительных органов совершают это насилие чуть почаще. Что на ней было надето? Возможно, кто-то об этом уже слышал, потому что довольно резонансная выставка, которая повлияла на многих. И более того, в Алматы недавно была проведена такая же выставка. Что на тебе было? Вопрос, который часто слышат те, кто пережил сексуальное насилие. Спрашивающим кажется, что есть какая-то особая одежда для изнасилований. Это мини-юбки, открытые топы, каблуки. В общем, вызывающая одежда. И экспонатами этой выставки стали предметы одежды, которые были на жертвах в момент совершения преступления. Так выглядела выставка. И мощнейшая по своей эмоционально составляющей выставка прошла в университете Канзасы. И цель развеять миф о том, что жертвами изнасилования становятся только те, на ком была чересчур открытая или провокационная одежда. И на выставке было представлено 18 историй. Ну, вообще-то рано, но ладно. И на выставке можно было увидеть абсолютно разную одежду. Детскую, купальные костюмы и домашнюю одежду, соответственно. Зрители могут прийти в галерею и увидеть самих себя, не только в одежде, но и в рассказанных участниками истории. История, считает она, создательница этой выставки. Мы постарались создать такой эффект, чтобы зрители сказали, вау, у меня точно такие же джинсы лежат в шкафу, или я это надевала на прошлой неделе. Таким образом, мы надеемся развенчать миф о том, что если мы будем избегать провокационной одежды, никто не причинит нам вреда. Миф, что избежать насилия можно, просто переодевшись. Истории были рассказаны студентками колледжа и университета. Всего их набралось около 40, но на столяце участвуют лишь 18. Не одежда становится причиной изнасилования, подчеркивает создательница, а насильник. Дальше. Что на тебе было? Купальник. Мы сплавлялись по каное, по реке. Было весело. Затем они пришли в мою палатку, когда я пыталась переодеться. Моя любимая желтая футболка. Не помню, что за штаны на мне были. Помню, я чувствовала себя ужасно неловко. Хотела только выйти из комнаты брата и смотреть мультики. Сарафанчик. Спустя несколько месяцев мама стояла перед моим шкафом и жаловалась, что я больше не ношу платья. Мне было 6. Я пропустила несколько дней на работе после того, как это случилось. Когда я рассказала моей начальнице, что со мной произошло, она задала мне именно этот вопрос. Что на тебе было? Я ответила, футболка и джинсы, сучка. А что ты надеваешь на баскетбол? Я вышла из кабинета и больше никогда туда не возвращалась. Угу. И victim blaming. Лена, наверное, ты что-нибудь про это расскажешь. Наверное. Я хочу поговорить об связи с вопросом, почему мы обвиняем жертву со стороны социальной психологии. Думаю, все согласятся, что реальность порой ужасает нас и страшит. И чтобы справиться с напыловым агрессией из внешнего мира, наш мозг прибегает к неким уловкам. Эти уловки называются когнитивными ошибками. И сейчас составлен довольно большой список таких когнитивных ошибок. И хоть мозг с помощью и защищает нашу психику, надо помнить, что защищает он нас с помощью лжи. Эта ложь может породить дискриминацию. И одна из таких когнитивных ошибок называется вера в справедливый мир. Или гипотеза справедливого мира. Ее суть описал американский психолог Мартин Лернер. Согласно гипотезе, люди в жизни получают всегда по заслугам. Хорошее поведение вознаграждается, а плохое поведение наказывается. Думаю, вам всем известно Диана Шурыгина и ситуация, в которую она попала в прошлом году. Напомню, что на вечеринке ее износил Сергей Семенов. Пусть суд на основании множества экспертиз и доказал, что Диана была изнасилована, а Семенов виновен. Общественность это не убедила. Девушку называли шлюхой и блядью, говорили, что она сама виновата в случившемся, потому что пила столько-то, потому что пошла туда-то и делала то, чего вообще не следовало. Общественность всячески оправдывала Семенова, жалела его, потому что это бедного парня, как Левитали. А позже вообще начали распространяться слухи, что Диана занималась конституцией. Это был наглядный пример веры в справедливый мир. Девушка напилась, то есть сделала плохо. А значит ее наказание, то есть изнасилование, оправдано. И чтобы доказать существование гипотезы справедливого мира, Лернер провел эксперимент. Чуть раньше этого эксперимента он наблюдал за медсестрами и врачами в психиатрических больницах. И он видел, что сотрудники лечебниц намеренно оскорбляли своих пациентов. Они издевались над психическими расстройствами и высказывали различные гипотезы об их личной жизни. По мнению Лернера, такое поведение служило буфером, которое защищало психику сотрудников от ужасающего и непрерывного напора человеческих страданий, которые они получали в этих лечебницах. После Лернер проводит эксперимент. Участницы эксперимента наблюдают за девушкой, которая решает математические уравнения. А за каждую ошибку девушку бьют током. Участницы, конечно же, не знали, что девушка это актриса, а током ее никто не бил. Она просто конвульсивно изображала удары. И не понимая причин такого несправедливого обращения с девушкой, участницы эксперимента начали придумывать ему оправдание. Им вдруг стало не нравиться, как девушка себя ведет, как она выглядит. И чем сильнее становились удары током, тем яростней становились нападки участниц. Ничего не напоминает. Страдания невинной жертвы, которые в глазах зрителей не были адекватно компенсированы, требовали какого-то психологического обоснования. Их личная неприязнь к жертве, неправильное поведение жертвы и так далее. К сожалению, именно из-за нифа о справедливом мире вытекает ужасающая проблема под названием «виктимблейминг». «Виктимблейминг» дословно переводится с английского как «обвинение жертвы». Это перенесение ответственности за злодеяние на жертву. Обвинение ее в том, что именно ее необдуманные действия привели к преступлению против ее жизни, здоровья или имущества. Но согласитесь, если у вас украли кошелек, а вам читают нотации, и, дескать, нужно быть внимательнее со своими вещами, не разбрасывайте где попало, и оправдание изнасилований – это две совершенно разные ситуации. Опять же, для примера возьмем совершенно недавнее дело. Артем Исхаков убивает, а потом насилует свою бывшую девушку Татьяну Страхову. Убитую и изнасилованную Татьяну, опять же, кремят шлюхой Динамо и Фрэнкзонщицей. Но и самого Исхакова романтизируют. Из него делают любовного героя-страдальца. СМИ тут же отыскивает фото из Инстаграма Татьяны, и заголовки информационных изданий начинают пестреть такими фразами, как «Шокирующая фото из Инстаграма Татьяны», «Убитая была вовсе не так невинна». Ну, в общем, наличие у убитой полуобнаженных фото общественность выставляет чуть ли не страшным преступлением, которое почему-то вмиг перевешивает совершенное Артемом убийство. Девушка больше не жертва. Это она, провокаторша и виновница. А убийца теперь по какой-то причине герой-романтик. Во всех громких случаях сексуального насилия все внимание всегда обращено на жертву, а не на преступника. Ее рассматривают под микроскопом и стараются найти как можно больше причин, чтобы умолить значимость преступления. Иногда говорят, что вообще девушку никто не насиловал, потому что она не ведет себя как жертва, то есть не трясется от каждого шороха, не плачет постоянно, и поэтому либо ее не насиловали, либо ей понравилось. Каждый раз, когда вы думаете, что жертва сексуального насилия сама виновата без насилования, потому что она выглядела слишком распущена, ей не стоило пить, у нее была слишком короткая юбка, это виктим-блейминг. Вера в справедливый мир и вытекающий из него виктим-блейминг – это уже небезовидная когнитивная ошибка, к сожалению. Это инструмент травли, который приводит к ужасающим последствиям. Насилие над женщинами обесценивают и нам тычут советами, куда ходить и что делать. Я вот ходила на вечеринки, я там пила, и меня никто не изнасиловал. И мне очень жаль, что девушкам, с которыми это все-таки случилось, что им повезло меньше. Потому что это именно везение, ведь последнее решение поднимает насильник. Все пытаются загнать нас в какие-то рамки. Все хотят изменить нас самих, но никто не хочет, ну мало кто хочет менять свое отношение к ситуации. И я думаю, что вы можете сделать первый шаг, чтобы исправить это. Ведь это не только логическая проблема, логическая ошибка. Это еще и этика, моральная проблема. Поэтому хочу вам пожелать не только развивать ум, но и быть человечнее. Спасибо большое. И для меня прошлое. Тема сексуального насилия в семье рассматривается большинством людей неохотно, так как семья подразумевает под собой что-то непорочное, что-то светлое и непременно безопасное. И согласно статическим данным, в различных странах от 20 до 50% женщин подвергается насилию в семье. При этом распространенность сексуального насилия у девочек оценивается в 19,7%, а у мальчиков в 7,9%. В патриархальном обществе складываются установки, при которых женщина считается собственностью мужа. Он имеет некое право на секс, который игнорирует нежелание женщины участвовать в сексуальном контакте. В большинстве случаев сексуальное насилие в семье сопровождается экономическим насилием. То есть насильник имеет власть над всеми деньгами в семье, распоряжается деньгами в том числе своей жены. Психологическим насилием. То есть насильник обвиняет свою жертву, насильник старается привязать свою жертву к себе и абсолютно не отпускать ее. И пытается ее как-то запугать, пытается давить на нее. И иные аспекты. У людей, переживших домашнее насилие, могут остаться и физические травмы, психологические. У женщин может начаться развиваться хроническое чувство вины. Флэшбэк-сидром, при котором жертва вспоминает все, что с ней произошло. Часто замечается появление депрессии, алкогольной иной наркотической зависимости. Попытки самоубийства. Зачастую женщина впоследствии переносит свои страдания на детей и вымещает свою злобу на них. Эти состояния с возрастом могут не только не уходить, они могут и ухудшаться, становиться более выраженными. У детей в большинстве случаев могут развиться различные психические осложнения и заболевания, при которых зачастую вытесняются воспоминания о сексуальном насилии. Также, по данным шведских исследователей, многие дети, пережившие сексуальное насилие в детстве, имели мысли о самоубийстве. Треть совершали попытку самоубийства или занимались самопровождением. По оценкам исследователей, те или иные психологические симптомы проявляются более чем у половины переживших сексуальное насилие в детстве. Степень психологической травматизации выше в случае, если насильником является родственник. Если насилие включает половой акт или попытку его совершения, так как насилие может включать просто попытки снять порнографию или раздеть ребенка. А также, если насильник применяет угрозы или физическую силу. Как отмечают различные исследования, насильники в 30% являются близкими родственниками ребенка и около 60% близкими друзьями ребенка. И близкими друзьями семьи. Например, это могут быть боевые сикеры, это могут быть какие-то друзья самих родителей и некоторые другие. На данный момент государственные кризисные центры могут помочь в борьбе с сексуальным насилием над детьми, но не женщинами. Частные кризисные центры трудодоступны и есть не во всех городах, но в них могут получить социальную и юридическую помощь женщины. Возникают проблемы с доведением дела до суда из-за декриминализации закона о домашнем насилии. Необходимо четко понимать, что насилие над женщинами и детьми в семье является нарушением прав человека одним из видов дискриминации, с которым государство обязано бороться согласно нормам юридического права. Сейчас расскажу также о насилии над мужчинами. На законном патриархальном мерке некоторых людей изнасилования мужчины не существует. Мужчины силе и сама природа не позволяет им быть жертвой, но в реальном мире подобные преступления действительно существуют. Первое, о чем думаешь, наверное, это бы произошло в раннем возрасте, когда мальчик и юноша еще не может дать по катакору. Да, по данным Всемирной организации здравоохранения, 5-10% мужчин сообщают, что в детстве подвергались сексуальному насилию. И если 7-9% мальчиков во всем мире становятся жертвами своих родственников, то примерно 0,7% страдает от священников. Да, многим из нас не хотелось бы верить, что священники — это непременно благочестивые, скромные люди. Часть из них оказываются способны не такие преступления. Такое несоответствие статуса и поступков сильно возмущает общество, что ярко отражается в культуре. Существуют фильмы и песни, старающиеся привлечь внимание к этим преступлениям. Например, фильм «Голгофа» Майкла Магдана и «Первобытный страх» Грегори Хоблета. Песни «The Cross» группы «Скарфилдс» и «Поп-сонг» Тима Ничина. Где же еще мог пострадать мужчина? Вероятно, там, где его свободу ограничивают, то есть в тюрьме. Но тюремная культура относит и гомосексуалов, и изнасилованных к одному разряду, поэтому непонятно и точно количество пострадавших. Именно здесь в наиболее гротескной форме показывается, как в нашем обществе осуждает не насильника, но того, кто пострадал от насилия. Мы уже не можем игнорировать изнасилования в тюрьмах, так как они серьезно рассматриваются во многих культурных и культовых фильмах, например, в «Петле» и «Манта Кренберта» и «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонтова. Однако мужчины сталкиваются с сексуальным насилием, даже будучи на свободе. По данным National Interpartner and Sexual Violence Survey, по меньшей мере 6,2% мужчин подвергались изнасилованию. Из них примерно 2,3% пострадали от женщин. В нашем обществе эта тема поднимается с неохотой и насмешкой. Любое домогательство считается комплиментом. А если женщина изнасиловала мужчину, то это либо, конечно же, было приятно, либо стыдно. В реальности же с помощью физического воздействия, угроз и служебного положения женщина действительно может надавить на мужчину и перенудить его к своему нежелательному сексуальному контакту. Патриархальное общество продолжает навязывать идею о всесильном, агрессивном и всемогущем мужчине, который не может сталкиваться с сексуальным насилием над собой. А если столкнулся, то ты был недостаточно сильным и могучим. И ты не мужчина вообще. Но мы должны разрушить культуру стыда и лжи. Мы должны вывести из зоны умолчания данную тему. Кем бы ни были жертвы, женщинами или мужчинами, отвечать за преступления обязаны преступники и преступницы. Иначе мы будем не в состоянии строить цивилизованное общество. АПЛОДИСМЕНТЫ В общем всем спасибо, что пришли. Вы можете задавать вопросы, а мы будем в них отвечать, но не очень много. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ